МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! Друзья, сегодня на телеканале «Радость моя» мы с вами побеседуем о проблеме жизни в церкви. Очень интересная проблема. И вот на сайт «Закон Божий» пришло несколько писем, и вот на них мы постараемся ответить. Раба Божия Людмила пишет. «Как мне быть в ситуации, когда люди, зная, что я верующий человек, и хожу в храм, советуют со мной в церковных вопросах? Молчать и ничего не отвечать? На вашем сайте я прочитала. Ни в коем случае не пытайтесь что-либо навязывать или просвещать. Берегитесь этого как огня». Видите, Людмила, вот и ответ правильный, только вот его надо правильно понять. Вот обратите внимание, что вот в этом ответе сказано, не пытайтесь что-либо навязывать. Вот если вас спрашивают, то постарайтесь ответить спокойно, уже не навязывать. Это вас спросили. Ну и можно и отвечать как бы с каким-то там напором. Постарайтесь отвечать спокойно, не навязывая, не оказывая давления на своего собеседника. Вот очень важно понимать, что не нужно отвечать на незаданные вопросы. Если спросили, почему не ответить? Это не будет каким-то навязыванием. Просто следите и за состоянием своей души, и за реакцией спросившего. Вот если вам задают вопрос, на который вы не можете ответить, так и ответь. Ты задаешь трудный вопрос, я на него сейчас ответить не могу, но я посмотрю в книжках или посоветуюсь с опытными людьми. Не постараюсь тебе ответить в следующий раз. Или еще лучше сказать, знаешь, с такими вопросами лучше обратиться к священнику. Вот хочешь, я тебя познакомлю. Конечно, вот как бы целью ваших ответов должно быть постараться привести человека в храм. Но опять-таки, насилием ты ничего не добьешься. Никто из нас ничего не добьется. Поэтому это должно быть какой-то такой свободный, вот в смысле такого вот, ну, уважительный разговор с человеком, у которого свободная воля, он может принять то или иное решение. Вот надо ему помочь принять правильное решение. Так что, вот, не нужно молчать и ничего не отвечать. Наоборот, вот спрашивают, надо пытаться говорить, но старайтесь, чтобы этот ответ был содержательным. Почему в наших храмах не разрешается сидеть? Что бы изменилось? На службу ходит много пожилых и больных людей, которым стоять очень тяжело, а помолиться хочется. Спрашивает раба Божия Анна. Вы знаете ли, Анна, в ряде храмов есть скамеечки. Они, правда, стоятся вдоль стен. Не в середине храма, как вот в других странах или вот в католических костелах. А по стеночкам, на которых могут посидеть пожилые люди. Если в храме таких скамеечек нет, ну, мне кажется, может, как-то в мягкой форме можно попросить священника, настоятеля храма, чтобы он позаботился, чтобы пожилым людям или мамочкам с грудными детишками было полегче в храме. И вот, чтобы в храме были такие скамеечки. А вот, конечно, больным, пожилым сидеть в храме можно. Но почему нельзя сидеть всем? Вот когда человек стоит, может быть, он больше сосредотачивается на молитве. В общем, это давняя-давняя традиция, которую нет необходимости отменять. Но повторяю, что для пожилых немощных людей, конечно, в храме должны быть какие-то скамеечки, стульчики, на которых они могли бы посидеть. Как часто все-таки необходимо исповедоваться? Если еженедельно, то получается какое-то буквоедство. А если реже, то грехи забываются, и исповедь оказывается неполной. Спрашивает раб Божий Андрей. Вы знаете ли, если вы исповедуетесь регулярно, то такой вопрос надо задать своему духовнику. Общецерковной практики пока не существует. Начиная с великого, праведного, святого Иоанна Кронштадтского, в Русской Православной Церкви стала возникать традиция, и сейчас она набирает силу, очень, на мой взгляд, правильная традиция, регулярного причащения, регулярной исповеди. Но этот вопрос надо решать конкретно с духовником, который знает вас. В каждом храме немножечко по-разному. Но вот меня как-то наставляли, что нормально причащаться один-два раза в месяц. Можно даже и чаще. Если вы с такой периодичностью исповедуетесь, то, я думаю, что какие-то грехи запомните. А если бы вы помнили все грехи, тогда бы священники просто бы там и легли бы у аналоги, если бы, кажется, приходил бы. И все свои грехи, которые он за две недели, или там за неделю, даже и за день, сколько у нас пустых, грешных мыслей проскальзывает. Вот если все это перечислять, то, конечно, это невозможно было бы принимать такую исповедь. Поэтому исповедь может быть достаточно часто, достаточно регулярной, но везде надо как-то стараться соблюдать меру. Всегда нужно искать золотую середину, чтобы исповедь не превращалась в буквоедство, или не забывали бы все грехи. Но нужно иметь в виду, что если какой-то грех, кайтесь сразу же, так сказать, на месте преступления, сразу же. Вот вы ощутили, что какой-то грех, какая-то греховная мысль, нечистый взгляд, еще что-то. Сразу же покайтесь. Господь в любом месте слышит вашу покаянную молитву. Сразу же покайтесь. Если вы почувствуете, как этот грех исчезает из вашей памяти, вы покаялись, Господь простил, вот его и нет. И придете на исповедь, даже и не вспомните, потому что вы уже в нем раскаялись. Но только подход, конечно, должен быть не формальным, а одухотворенным и глубоким, искренним. И желательно, чтобы вы были в контакте со своим духовником. Тогда вы этот путь найдете правильно, без ошибки. Сейчас я постараюсь кратко ответить на несколько ваших вопросов. Какие слова нужно произносить, проезжая или проходя мимо кладбища, а также придя на могилу усопшего, спрашивает Олег, проезжая мимо кладбища, можно помолиться, Господи, упокой души усопших, раб твоих, имена которых ты знаешь. А если пришел на могилку усопшего, в молитвословии или продается отдельно, есть службы, которые могут миряне послужить на могилке. Вот найдите или в молитвеннике, она у вас есть, или вот спросите в церковном магазине, чтобы вам подсказали вот соответствующую книжечку. Когда я была в Дивееве, то привезла землю с канавки Богородицы, положила в красный уголок. Может, эту землю как-то следует применять? А еще мне подарили знакомые землю с могилки Александра Свирского. Тоже не знаю, что с ней делать. Знаете, это целая проблема такая. Во-первых, можно действительно хранить их около иконочек дома. Все остальные применения, как-то мне кажутся, недостаточно благоговейными. Так что оставьте их около икон. Мы с супругом приобрели квартиру. Соседи рассказали нам о том, что в ней ранее повесились оба хозяина. Муж и жена. Что теперь нам делать? Можно ли там жить? Я в смятении. Да, так бывает, Екатерина. Не откладывая в долгий ящик, пригласите домой священника, чтобы он осветил ваше жилище. Передача «Мне нужен совет» подошла к концу. Хочу вас поблагодарить за внимание, за ваши вопросы, которые вы посылаете на сайт «Закон Божий». Надеемся, что и впредь вы будете к нам писать, и мы вновь увидимся с вами в эфире. Господь с вами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!